Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас уже четверг, 25 июля 2024 года. Вы знаете, что я узнал? Оказывается, что кризиса в Латвии нет. Но и денег тоже нет. О как! А если поискать, ну и то, и другое, а особенно деньги. Вот если поискать. Давайте разбираться. Друзья, послушайте. Интереснейшие новости. И интереснейшие факты вы сейчас узнаете. Нет. Все-таки чудные у нас правители. Ну, правители вы знаете, кто у нас правители. Если их спросить по поводу экономической ситуации, не могу, друзья. То они будут уверять, что у нас нет никакого экономического кризиса. И им даже не пахнет. Вы понимаете, что наши шишкотрепы заявляют? Ну, я правители... Ну, господи, не могу. Просто шишкотрепы. Послушайте дальше, друзья. Более того, экономика медленно, но умеренно стремится к росту. Я, друзья, не могу. Ну, так выпьем же за кибернетики. А как заверила шеф, шеф совета по фискальной политике Инна Штейнбурга, и сбор налогов всего лишь на 2% отстает от плана. Вы понимаете, всего лишь на 2%. Нет, не переключайтесь, нет. Еще даже не начиналось. Это еще даже ничего не начиналось. Мы еще не начинали. Вы понимаете, о чем речь идет, да, Яков? Все хорошо. Все хорошо. Вам хорошо. Но просто не у нас. И не у вас. Просто не у вас. С нами. Все хорошо. Вы с ними. Ага. А что делать? Приходится с ними. Казалось бы, ну все. Очень даже неплохо. Ну, неплохо. Я даже не могу. Друзья, я смеюсь, потому что я эту новость, естественно, уже прочитал. Ну, теперь послушайте вы. Ну, тут же приходит министр финансов и уверяет. Ну, я говорил, где же наш начальник транспортного цеха, а? Что-то его не слышали. Как бы, блин, услышали. Ну, смотри. Так. Но тут же приходит министр финансов и уверяет, что ситуация, конечно, стабильная. Однако, денег нет. Ой, друзья, не могу. Подождите, подождите. Не, вы не ждите, вы смотрите. Ну, и там приходит министр финансов в Латвии Аргел Ашераденс. Да. И ситуация, конечно, конечно же, говорит, стабильная. Однако, денег просто нет. А то, что удастся наскрести дополнительно, наскрести, он говорит, дополнительно, пойдет исключительно на безопасность. Да. На безопасность. Все на безопасность. Внешнюю и внутреннюю безопасность. Понимаете? Понимаете. Правда, при этом не сообщается, о какой сумме дополнительных средств может идти речь. Ой, друзья. Я не знаю, как вы дальше будете слушать. Усаживайтесь покрепче, чтобы вам там не попадать со стульев, со скресел, с диваном. Но установка ясная. Вы понимаете? Денег нет, но все равно установка ясная. Запрос начинается. На дополнительное бюджетное финансирование могут вносить только два министра. Два министра. Какие же? Министр обороны и министр внутренних дел. Все. Запомнили? А теперь послушайте дальше. Что будет дальше происходить. Вот эти два министра только могут запрашивать дополнительное бюджетное финансирование. Если денег на другие приоритеты нет, то значит все-таки финансовая ситуация в стране неблагоприятная. И возможности плодить долги, то есть осуществлять внешние заимствования, тоже ограничены. Вы, друзья, запоминайте. Запомнили? Заимствования вот эти тоже ограничены. Все. Нельзя больше занимать. Никак. Тогда так и нужно открыто сказать. Но и это еще не все странности. Не-не-не-не-не-не. 19 июня, в прошлом месяце, министры единогласно принимают решение о том, что при формировании бюджета 2025-2025 года будет только один приоритет. Безопасность. Вмите и за ваше здоровье. Безопасность. Только один приоритет. Запоминайте. Вполне возможно. Конечно. Что каждый из министров как-то по-своему понимал термин безопасность. Начинается. Термин безопасность каждый министр понял по-своему. Или просто надеялся, что бумага все серпит. Мол, примем нужное премьеру и министру финансов решение, а потом его чуток подкорректируем. Да-да-да-да-да-да. Дайте еще миллиард. Но там больше, конечно, будет. Но дайте еще миллиард. Министры запрашивают. Причем все. Слушайте. Спасибо вам. Так или иначе, но уже 22 июля, то есть через месяц с небольшим, все министры, голосовавшие за один, один приоритет. Один приоритет был всего. И они голосовали за него. За один приоритет при составлении бюджета. Уже эти министры вносят запросы о дополнительном финансировании. Слушайте цифры. Называю. 183 миллиона запросил Минблаг. Министерство благосостояния Латвии. Вы смотрите канал, мы живем в Латвии. 153 миллиона запросил Минздрав. Министерство здравоохранения Латвии. 145 миллионов запросил Министерство сообщения. Одним словом, общая сумма дополнительных средств, которые требуют министерства, все министерства, составляет 1 миллиард 284 миллиона евро. Как вам такое? Дальше. И все министерства при этом уверяют, вот, в середине подплываем, и все министерства Латвии при этом только уверяют, что их бюджетные, именно каждого министерства бюджетные требования тоже связаны в той или иной степени с безопасностью. Сами решили, сами и передумали. Во, как работает у нас министерство. И наши шишкотрепы. Вообще. Я понимаю, что чиновничество подготовило документы, и министры позволили этому произойти. Прокомментировала премьер-министр Латвии Эвика Силиня. И добавила, что это ее не устраивает. И стало быть, это показывает, что у министров не хватает лидерства. При этом премьер не исключила, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, не исключила, что во время ее отсутствия, вот ее, вот нет ее в стране, ее отсутствия, она не вела последнее заседание правительства. Были приняты какие-то исключения. Это просто поразительно. Это просто поразительно. Что же, простите, за бардак царит в государственном управлении? Если чиновники могут, как ни в чем не бывало, готовить запросы на дополнительные средства, если правительство запретило это делать. Как это так? Но самое интересное, что министры такие документы подписывают. И если бы такой хаос царил в частной компании, а не в государственном управлении, то такая компания быстро пошла бы ко дну. Или ее владелец уж точно разогнал бы весь менеджмент. Однако, вот, однако, в государственном управлении Латвии все иначе. Причем глава правительства фактически призналась, призналась она, что не контролирует, повторяю, глава правительства, премьер-министр Эвика Силиня, призналась, фактически уже призналась, что она не контролирует ситуацию. Получается, что если она уезжает в командировку или уходит в отпуск, то принятые ранее решения просто быстро меняются и уже, к примеру, бюджет формируется иначе. Вот, друзья, что творится. Нет, это не конец, вы что. Вот, что у нас происходит здесь в стране. Вот, почему такой бардак. С другой стороны, понятно и желание отраслевых министров. С учетом того, что в следующем году пройдут муниципальные выборы, все-таки выбить дополнительные средства на свои политические приоритеты. Даже если эти приоритеты прямо не связаны с обеспечением безопасности. Понимаете? Даже если эти приоритеты не связаны напрямую с обеспечением безопасности. Хотя под этот термин можно подогнать все, что хотите. В конце концов, повышение пенсии... Слушайте внимательно, пенсионеры. В конце концов, повышение пенсии и пособий – это тоже безопасность. Ну как же? Все министры считают и требуют еще дополнительных денег в цели внутренней и внешней безопасности. Как же так? А как же пенсии? Тоже безопасность. Социальная безопасность. Или программа для работы с трудовыми подростками – это ведь тоже вопрос безопасности общества. Рискнем предположить, что в итоге, по крайней мере, часть из запрашиваемых дополнительных средств министерство получит. Получит часть. Ну, конечно, не все эти 1 миллиард 284 миллиона. Но! Но! Процентов 30-40 от запрашиваемых сумм каждому министерству добавят. За счет более оптимистичного прогноза доходной части бюджета и за счет незначительного увеличения запланированного бюджетного дефицита. А вот если, предположим, поскрести по сусекам. Вопрос. Да, и премьер Силинин, и министр финансов Аши Раденс время от времени повторяют, что министры должны искать на приоритетные программы средства внутри бюджетов министерств. Но при этом всем легче, всем легче политически и финансово просто добавить деньжат, чем проводить ревизию в бюджетах министерств. Хотя всем понятно, что если проверить, на что и как расходуются средства каждой из бюджетных программ каждого министерства, то отыщутся сотни миллионов лишних кавычках. Как лишних, конечно, денег. Вспомним, как год назад при втором правительстве Каринша, ну все наслышаны, помните? При втором правительстве Каринша быстро удалось найти в закромах. Ну, в кавычки сесть в закромах. Я иногда не называю, но тут называю, в закромах, без разницы, вы понимаете. В закромах министерств необходимый нашли 140 миллионов на медицину, помните? О чем это свидетельствует? Да о том, что всегда можно на чем-то сэкономить, даже не прибегая к непопулярным мерам. Каким это мерам непопулярным? О сокращении числа госуправленцев или уменьшению зарплат. Представляете, даже ни к этим мерам не прибегая, можно сотни миллионов найти. Кстати, очевидно, что если бы удалось сократить, вот уже про сокращение начинают. Какое сокращение? А вот. Кстати, очевидно, что если бы удалось сократить государственное управление в Латвии, естественно, процентов на 8-10 и общие административные расходы сократить, то хватило бы средств и на безопасность, и на пособие. Это представляете? Ну даже возьмем на 10% сократить государственное управление, сразу же на все хватит. А я говорил, если сократить на 80%, на 70-80%, в среднем я всегда говорил. Так вообще, друзья, мы выбились бы по полной программе, мы бы в лидерах были в Европейском Союзе. По уровню жизни населения Латвии, и экономику подняли бы, все, понастроили тут заводы, все кругом, друзья, да. Но и надо дружить с соседями, естественно. Потому что так это ни с чего не сделается. Потому что от соседей приходит откуда все. Но это отдельная тема, конечно. Закупки и так далее, это все, да, металл, природные ископаемые и так далее, из чего это все делать, комплектующие. Ой, это отдельная тема. Потерпите немножко, друзья, немного осталось. Вот, слушайте еще чуть-чуть. Как же могли не обещать? Ну вот как они все могли не обещать? Ну кто-кто? Наш шишкотрепы, да. Тогда получается, что решение правительства ничего не значит. Равно как и обещание политиков. Ничего не значит. Это вопрос. Равно как обещание политиков. Вопрос риторический. Готовым нужно быть ко всему. К примеру, что внезапно забудется обещание ни в коем случае не повышать НДС. Налог на добавленную стоимость. Вот внезапно они забыли и все. Впрочем, это обещание дал не министр финансов, а глава бюджетной комиссии Сейма Янис Рейерс. В общем, что мы поняли? В общем, денег нет, но в целом все прекрасно. Зашиби. Мне это не так и хочется добавить. Господи. Денег нет, но все прекрасно. Вы представляете? Это что это было? Что это было, друзья? Вот что вы сейчас прослушали? Напишите комментарий. Понимаете? Кризиса в Латвии нет. Но и денег тоже нет. Во как, друзья. Вы понимаете? Я вечно так понял. Коротко отвечу. У них нет кризиса. В стране-то кризис давно уже идет. Уже давно. Но у них нет. У них в их состоянии, благополучии, жизненном уровне и так далее. Ну, кого-кого? Естественно, управленцев наших всех. У них кризиса нет. Никогда не будет. Они всегда в январе добавляют себе, подстраховываются. У них и так огромнейшие деньги. Конечно же, получают они деньги. Не зарабатывают, а получают. Получка. Получка, говорит. У меня получка. Все. Я уже не работаю. Все. У меня получка. А они на каникулы ушли. Все. Все-таки каникулы начали исчезать. Название заголовков. Ну, то, что они в отпуск начали уходить. Они начали работать. Вот. Мало того, они сидят на шее всего народа. Латвийского народа. На полном государственном обеспечении. Так еще и добавляют. Им мало. А народу не надо. Ну, нету кризиса, понимаете? Для них кризиса нет. А в Латвии кризис-то есть. Это я уже добавляю от себя. Комментирую. Пишите комментарии, друзья. Что вы думаете по поводу вот этого вот. Вот всех вот этих вот. А что это такое? Про безопасность тоже. Про внутреннюю, про внешнюю безопасность. Да, 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 да. Про всех министров. Да. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Большая просьба, зрители, подпишитесь на наш канал. Всем. Всех прошу, конечно, и подписчиков, и зрителей. Поделитесь в социальных сетях. Поставьте лайк. Да. До свидания. До следующих видео, друзья. Спасибо. И еще немножко, да, дополню информацию. Вчера как пошел дождик вечером. Ночью шел у нас. Под утро вроде сейчас успокоилось. Ну, обещает дождик сегодня целый день. По всей Латвии, друзья. По всей Латвии. Сегодня. 19 градусов тепла. Времени 7 часов 54 минуты. Точное время. Латвийское время. До свидания. На этом я заканчиваю. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»